Всем привет, зрители и подписчики к каналу на YouTube. Итак, у нас 23 ноября среда. Сегодня я хотела бы снять отдельный ролик, посвященный вопросам, которые нам были заданы на нашем канале. И первый вопрос я хотела бы ответить про хлебопечку, которую я не ответила в тот раз, про которую я не тоже забыла, а пропустила просто. Сейчас, честно, я его не нашла полностью. Я вас помню, что он есть, и смысл вопроса заключался в том, почему вы выбрали эту модель, нравится ли она вам, и какие вы можете сказать о ней отзывы. Ну, начнем с того, что хлебопечка нам нравится. Первое время, когда мы ее купили, возникало очень много вопросов. Нет, я хочу сразу сказать, что все равно я по отзывам не смотрю больше. Да, смотрели тоже по отзывам. Во-первых, конечно, есть хлебопечка намного лучше, чем наша, но ценовая категория уже так же намного выше. Мы так же выбирали из тех категорий, которые походили под наши деньги, когда у нас была сумма. Поэтому, конечно, есть, нам многие писали и на ютубе, в комментариях, что есть там много различных хлебопечек, которые намного лучше, чем наша. Но и, соответственно, цена хлебопечки намного выше. С функциями даже мотиварки там есть больше уже функций. А смысл тогда сказать? Нет, но есть именно и хлебопечки хорошие, которые, ну, там и цена в разы больше, чем наша стоила. Цена нашей хлебопечки была, по-моему, 7 тысяч в обществе. Да, со скидкой. Со скидкой 7 тысяч. Так около 9 тысяч. Так было 9 тысяч, по-моему, а так, по-моему, они 5 разы не заплатили. Около 6 тысяч. Ну, что, около 6 тысяч. Ну, там со скидкой у нас была, по-моему, была скидка еще по бонусу, по-моему. Нет, по карточкам. Изначально, когда мы ее купили, первые разы, я начала даже сомневаться, понравится, не понравится, потому что было много вопросов. То, не поднимался хлеб, то, что еще какие-то были другие нюансы. Но это было, скорее всего, связано с тем, что я просто еще не умела ничего готовить. Поэтому сейчас, например, когда у меня, я уже знаю определенно, что я умею делать тесто нехорошо, не получается, делаю хлеб белый, ржаной, там... Цельнозерновой. Да, цельнозерновой мы делали. Я уже знаю четко рецепты, чтобы сколько добавлять. Варенье делала. Варенье все там тоже делала. И все очень вкусно получается. Сейчас у меня таких проблем нету, и, соответственно, что я этой хлебопечкой довольна. Конечно, есть намного лучше, в печке спорить не буду, но в нашей ценовой категории я этой хлебопечкой довольна. Так, дальше вопрос. Валюшка Романенкова, как хозяева квартиры отнеслись к домашним животным изначально? Нормально. Да они тоже нормально, они не знали. Нет, ну когда пришли, естественно. Нет, изначально, когда мы снимали квартиру, но у нас, первое, честно, не было в планах перевозить сюда животных. Просто мы планировали кролик отдать папе, как мы тогда и говорили во влогах, а кошку... Мама, наверное, зачем она? Когда мама слышала, что кошку брать не будут, мы одну одну кошку заберем, тогда кролика отдадим папе. И поэтому, естественно, что даже когда мы снимали квартиру, мы не говорили хозяеву, что мы будем, помимо детей, строить детей, еще и будет двое животных. Но когда мы уже сюда привезли кролика и кошку, и когда они пришли, первый раз это все увидели, они нам как бы абсолютно нормально отнеслись, даже не то, что не сказали, что... Приучно, во-первых, приучно. Почему вы не предупредили, даже такого вообще не было. У нас кошка приучна, в сегодняшний момент кролик у нас вообще жил на балконе, как раз было лето, и в принципе никаких вопросов с этим у нас не возникало. Вопрос от Иры. Как Сергей общается с старшим сыном Кириллом? Как участвует в его воспитании? Таня не запрещает вместе ходить в кино и так далее. Сергей видится с сыном только в Крянске. Так, изначально сразу хочу сказать по поводу этого комментария, что просто очень много вызывает негативных комментариев эта тема, потому что люди просто не сталкивающиеся такие проблемы, когда дети живут в разных семьях, наверное, просто не могут понять этого, и не надо, пожалуйста, комментировать, что а вот как это так, потому что кто с этим не сталкивался напрямую, не надо судить и что-то там писать, что вот вы не правы, вы там это. Все это очень тяжело. Сергей общается с старшим сыном, как вы видите, в основном это вообще не происходит по телефону. По телефону плюс, и тем более, только здесь, потому что где-то что-то вижу, там я его, естественно, вижу, маму тоже спрашиваю, как дела, если у него, ну, по школе именно, в принципе, воспитание, естественно, у него сережа никак не участвует, потому что у него другая семья, да, и у мамы также живет с другим мужчиной, естественно, там свои понятия, там свои правила, и, естественно, его воспитывает другой мужчина, и какое воспитание может Сережа принимать, не живя с ним. Они видятся в людей, ну, и, конечно, не каждый раз, когда бывают моменты, что они встречаются, тогда разговаривают, а в основном Сережа тогда приезжает, работа, дом, работа, дом, и все. Ну, когда вот выходит в магазин, если встретились, значит, встретились. В основном все там как дела, как там, что в школе по учебе он узнает или по телефону, или же, если встречается со своевышей с жилой магазин, да, там после, как учеба, как что? Будем планировать то же самое, как там у него с учебы, именно когда он заканчивает то же самое привезти сюда, потому что не знаю, что... Там, на одном, при новом году, там будет видно. А что, когда это запрещаю я или не запрещаю? Нет, конечно, не запрещается. Она запрещает ли его там. Нет, Таня, конкретно про меня. Нет, конечно, не запрещаю я общаться с Сережей. Что значит запрещаю? Если бы я запрещала, нагиб Кирилла в этой квартире бы не было. А так я спокойно абсолютно отношусь к Кириллу, я говорю, у нас нормально с ним отношения абсолютно. И поэтому... Больдену знаешь... Это его ребенок, знаю я, Кирилл, у самого пеленок, поэтому никаких там негативных отношений к нему нет. И всегда рада, когда он к нам приезжает. Так. Галина Кузнецова, хороший ли диван, который вы купили? Просто Галина купила точно такой же диван, и сейчас узнает, насколько нам нравится, не нравится, и вообще... В принципе, ценовая категория дивана дешевая, скажем так. Она была по акции, она была дешевая. И еще, сколько вы купили этот диван, потому что очень интересно подражали. Именно такая... То, что мне понравилось, конечно, когда Таня показала мне, я уже уезжал, на работе была, Таня тут снимала мне фотографию, мне очень понравился, действительно, такой необычный... Газетный, журнальный. Да, они отличный такой рисунок. Ну, газетный. Во-вторых, что у нас трое детей, все чехлы снимаются, их можно стереть... Именно чехой, подушкой. Именно чехлы, да, подушки, это вот и все. Тут, конечно, уже, как видите, мы накрыли, потому что дети есть... Видно, на черном все это видно, да. Да, кстати, даже вот тут, где газеты, тут не особо ничего, а вот это черное, ответственно, заляпанное детскими руками, поэтому ценовая категория недорогая. Плюс снимаются чехлы, раскладываются очень удобно. Как я показывала, когда делал обзор, его два ящика, куда мы складываем все наше постельное белье, нас тут вмещается одеялка, подушка. Ну, все, что да. Нет, три подушки, начиная, одеялка просто. И когда разбираем, естественно, у нас эти подушки туда вмещаются, и плед. Но эти даже не пихаются, чтобы я вложу их, нам не мешают, Таник. Сколько у нас этот диван уже? Четыре месяца, наверное, да? В августе. В августе, если считай. Ну, сентябрь, пятный, я бы, три месяца полных точно. Да, три полных месяца. Ну, я не знаю, у меня там просто нареканий нет, по крайней мере. Удобно рассказывается. Удобно раскладывается, удобно собирается. Еврокнижка. Еврокнижка, да, считается. Мы этим диваном, в принципе, остались довольны. Так, Анна Дацко, а как ваш папа Галя, а, ваш папа Галя смотрит ваши влоги? Как папа к этому относится? Смотрит, не знает. Не знаю. Смотрит, не смотрит. Мы как-то даже никогда над этим не разговаривали. Они знают, естественно, что мы снимаем влоги. Естественно, многие у людей это знают, и какие-то отдельные моменты им даже могут передавать, или спрашивать, переспрашивать у них. И знаю, что Галя иногда так просматривает, но не полностью влоги, досконально они смотрят, и поэтому, в принципе, а как они относятся к этому, ну, не знаю. Папа, по крайней мере, никогда не выражал, там, такого, что недовольствие реального, что там, вот, зачем снимать, зачем им показывать. Конечно, бывают такие моменты, просто... Ну да, мы, они нам с вами просят, чтобы не снимать. Когда там бывает сейчас, когда мы сыгрались полностью... Когда мы сыгрались полностью с семьей, да, 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 наш, галины дети, мы, конечно, да, обычно просят, чтобы не снимали, не показывали это все, потому что, ну, просто у нас людиного город маленькие, и осмотрят люди очень многие, и не хочется этих лишних осуждений, скажем так, наверное. Ну, в основном у нас попадает, когда, видно, да, такие вот праздники, заставленные приятные. Да, поэтому, в принципе, только из-за этого. А так, в принципе, что мы снимаем свою семью, показываем свою жизнь, как бы такого негативного отношения к этому ни в коем случае нет. Надеюсь, в этот раз я ничего больше не пропустила, никаких вопросов. Пока это были... Все, да, вопросы, которые у нас были на Ютубе. Если вдруг что-то опять пропустила, пожалуйста, задайте вопрос по-новому, обязательно на него отвечу. И там были вопросы, по-моему, про похудение до того, что-то... А, что, кстати, про похудение, про похудение, да, я отвечала, я очень описанно отвечала. То, что два ролика про похудение у нас уже, они есть, я буквально, не знаю, один в начале лета, наверное, выпускали, а другой буквально, может, месяца два назад был тоже ролик про похудение. Там все конкретно рассказано. На канале, поищите видео. Да, что касается упражнений, я уже обещаю, 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 но постараюсь в ближайшие дни все-таки снять. Сейчас, когда у нас Сережа, получается, она сработает, пятница, суббота, 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 суббота. На следующей неделе, понедельник, обязательно сниму. То, что мне надо, чтобы не Владик снимал, потому что это все-таки надо, когда детей ложить спать уже, вечером, хотя, может быть, и днем. Почелаем, посмотрим. И, может быть, и Владик снимет, я днем это все покажу. Может быть, и вечером, Сережа, на следующей неделе, понедельник. И тогда, естественно, ролик будет. И все расскажу, покажу, что я сама дома выполнила, какие упражнения. Так, все, наверное, да? Всем хорошего настроения, всем пока-пока. Пока-пока.